Продолжение следует... Продолжение следует... Энергия бывает разная. Тепло, свет, звук, микроволны, электричество — все это разные виды энергии. Для всех происходящих в природе процессов требуется энергия. Существует два типа энергии. Потенциальная — способность совершить. Кинетическая — собственно, работа. При любом процессе один вид энергии преобразуется в другой. Продукты питания, картофель, хлеб и так далее — это хранилище энергии. Почти всю используемую на Земле энергию мы получаем от Солнца. Солнце передает Земле столько энергии, сколько произвели бы 100 миллионов мощных электростанций. Источники энергии делятся на две группы — возобновляемые и невозобновляемые. Возобновляемые источники энергии — это источники на основе постоянно существующих или периодически возникающих в окружающей среде потоков энергии. Возобновляемая энергия присутствует в окружающей среде в виде энергии, не являющейся следствием целенаправленной деятельности человека. Есть пять основных возобновляемых источников энергии. Солнечное, геотермальное тепло внутри Земли, энергия ветра, биомасса из растений, гидроэнергетика из проточной воды. Биомасса, которая включает древесину, биотопливо и отходы биомассы, является крупнейшим источником возобновляемой энергии, на которую приходится около половины всех возобновляемых или 5% от общего объема потребления. Невозобновляемые источники энергии — это природные запасы веществ и материалов, которые могут быть использованы человеком для производства энергии. Энергия невозобновляемых источников, в отличие от возобновляемых, находится в природе в связанном состоянии и высвобождается в результате целенаправленных действий человека. Большая часть ресурсов, потребляемых в настоящее время из невозобновляемых источников — это нефтепродукты, углеводородный и жиженый газ, природный газ, уголь, ядерная энергия. Энергия проявляется в различных формах. Тепловая, энергия света, кинетическое движение, электрическое, химическое, ядерная энергия, гравитационное. Как предмет труда, энергию можно производить, накапливать, передавать, преобразовывая в работу. Тепловую энергию можно ощутить, прикоснувшись к теплому предмету. Можно потрогать древесину, металл, ткань, но нельзя потрогать информацию. Как можно потрогать те сведения, которые вы получили на уроке технологии? Информацию нельзя пилить, резать, нагревать, но ее можно представить в виде знаков, символов и образов. С их помощью можно обрабатывать и передавать информацию. Когда мы говорим об информации, как о предмете труда, нужно понимать, что обработке подвергаются именно смысловые цепочки, знаков, символов и образов. Информация в переводе с латинского «разъяснение», «изложение», «осведомленность». Информация — это Сведения об окружающем мире и протекающих в них процессах, воспринимаемые человеком или специальными устройствами. Обмен сведениями между людьми. Обмен сигналами между организмами в животном и растительном мире. В повседневной жизни в быту информации называют любые данные, сведения, знания, которые кого-либо интересуют. Существует множество технологических процессов, в которых предметом труда является информация. В таких случаях труд носит умственный характер. Исходная информация, представляющая собой предмет труда, подвергается обработке или преобразованию с помощью различных видов информационных технологий. Информация собирается, подвергается контролю, преобразуется, подвергается сортировке, подбору, математической обработке, преобразуется в удобную для восприятия человеком форму, таблицы, графики, схемы, передается пользователю в требуемой форме. Предприятиям, занятым производством информации, присущ ряд специфических особенностей. В процессе производства информации не создается материальных продуктов. Информация может фиксироваться на определенном материальном носителе, являясь в то же время нематериальным продуктом. Имеется возможность как однократного, так и многократного удовлетворения потребностей с использованием одной и той же информации. Потребительские свойства информации, своевременность, достоверность, полнота и другие, могут изменяться во времени. В процессе потребления информация не уничтожается. Все ее потребительские свойства сохраняются, в отличие от технических средств, которые изнашиваются тем сильнее, чем выше интенсивность их использования. В отличие от ресурсов, связанных с материальными предметами, информационные ресурсы являются неистащимыми, и предполагают существенно иные методы воспроизведения и обновления, чем материальные ресурсы. Информацию следует считать особым видом ресурса, запасом неких знаний о материальных предметах, об их энергетических, структурных и других характеристиках предмета. Современное общество испытывает потребность в моментальном получении информации. Компьютерные, коммуникационные технологии предоставляют человеку такую возможность. Для бесперебойной, слаженной работы всех систем процесса постоянно требуются специалисты. Специалистов, так или иначе связанных с информационными технологиями, великое множество. Системные администраторы, IT-разработчики, программисты, веб-дизайнеры, контент-менеджеры. Практически в каждой компании представлено несколько должностей, относящихся к данной области. Вот некоторые из них. Веб-программист. Специалист в области информационных технологий, занимающийся разработкой интернет-сайтов, а также программного обеспечения для их эффективного управления. ERP-консультант. Специалист по внедрению и наладке систем, которые позволяют автоматизировать бизнес-процессы на предприятии. Шифровальщик или криптограф. Специализируется на зашифровке и расшифровке важной информации. Технический писатель. Специалист по составлению текстов и документации, предназначенной для использования или ремонта бытовой и иной техники, решения технических задач и управления программным обеспечением. Системный администратор. Обеспечивает непрерывную работу локальных сетей, компьютерной техники и программного обеспечения. Поддерживает работу центрального сервера и отвечает за безопасность хранения данных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова